У меня на руках и на ногах какие-то такие уплотнения. Большие вокруг щикола, так и запястья. Бес в клетке. Небес. Демон. Демон. Хорошо. Дальше. Инкуб. Синий дракон. Хамелеон. Арахноид. Арахноид. Это достаточно. Пять сущностей. Какой у нас демон? Посмотри, пожалуйста. Тринадцать. Сколько ты находишься в этом биополе, демон? Значит, демон знает ее с рождения. И он вообще всех знает. Он присутствует в доме. И он говорит, что они как родные. А с ней он с семилетнего возраста. Пограл с ней сперва потихоньку. Подключки делал, ставил. Зашел позже уже. Я не понимаю. У тебя что, контракт есть на эти действия или что? Что семилетний ребенок может тебе сделать? Я не понимаю. Какой он грех может совершить? С домом что-то связано. Мы сегодня и дом чистим. Так что там с домом расскажи мне? Контракт у тебя есть с ней? С домом. Тот, кто живет в доме. Сейчас живет или жил? Я не совсем понимаю тебя. Тебе что, эту квартиру передали или как? Да, они все под моей. Все, кто там живут в этом доме? Да. Юрисдикции. Он смеется. Демон, я не понимаю сейчас твое веселое настроение. Ты находишься не в том месте, где особо смеяться нужно или можно. Потому что здесь можно... Место здесь было. Да. Мое. Где здесь? Здесь несколько домов стоит на моем месте. Договор у меня был. С кем? Я третий раз спрашиваю. У тебя договор. С теми, кто на этом месте жить забрал. Хорошо. Они заключили с тобой договор. Когда это было? В прошлом веке. Понятно. Значит, те, кто в прошлом веке, позвали тебя или как это было? Добровольный контракт был? Да, добровольный. С ней у тебя контракта нет? Они тебе дали... Значит, продали этот дом или договорились с тобой в обмен на что-то? Дома. Дома. Хорошо. Ты во всех... Территория моя была. И дальше что случилось? Не спокойно было. Попросили спокойствия. Заключили контракт. Я остаюсь здесь на века. Теми, кто живет в домах. Нормальные родственники. У Надежды. Даже надо еще до такого было додуматься. Хорошо. А как вы с нечистой силой контракты заключаете? Есть разного рода контракты. Есть контракты. Поверь мне, я уже очень... Сотни их расторг. Просили утихомириться. Вот я и разрешил постройки в обмен на души живущих. Значит, ты присутствуешь во всех, кто живут в этом доме сейчас. Я об этом конкретном доме говорю. Я его сегодня буду чистить. Да. Они под моим присмотром. Да. Но ты не сможешь больше в этот дом зайти после моей чистки. Здесь будут стоять очень высокие вибрации. Будет все полностью вытащено из квартиры. Все порталы будут закрыты. Весь негатив будет вытащен из этого дома. И еще будет мощная защита стоять на земельном участке, принадлежащем к этому дому. Меня он только интересует. И те, кто живут в доме, соответственно. Это я тебя просто предупреждаю. Сегодня эти контракты будут аннулированы. Надежда с тобой лично не заключала контракт. Те контракты, которые заключали ее родичи. Я надеюсь... Вернее, не надеюсь. Я полагаю, они уже заплатились в высокую цену за заключение этого контракта. Мы заплатили. Все платят до сих пор. Забрала их с собой? Внизу они? Нет. Зачем? Есть и другие жизни. Есть и другие люди. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам еще вопросы. Вы будете на них отвечать. Итак, даю команду тонкой копии надежды спроецировать все энергетические и сферические каналы. Всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстроились в сущности. Каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к надежде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сколько находился инкуб в этом биополе? Секунду, вот эти на руках у нее и на ногах, они как большие такие утяжелители. Они ее держат в этом доме. Это демона под ключики. Хорошо, с силами его намерения разрезаете все уплотнения. Эти кандалы, которые он на нее надел на руках и ногах, все выходит, идет в клетку тюрьму. Готово. Выстраивает тоже канал к этим кандалам. Она реверсом отдает всю негативную патогенную низкоаберационную энергию, все негативные программы, негативные мыслеформы, мощным потоком пошли назад. Готово. Идут? Идут, отлично. Хорошо. Скажешь, как закончится. Возвращается, сук, отвечает на твой вопрос. Два года. Два года. Сколько находится синий дракон? Семь месяцев. Понятно. Хамелеон, сколько ты находится здесь? Тринадцать лет. И арахноид. Сколько ты находится в этом биополе? Семь лет. Понятно. Кто, кроме демона, находится еще в доме? Арахноид. Там он и подцепился. Синий дракон. А какой у нас синий дракон, Вера? Двадцать семь. Двенадцать. Закончился реверс. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой в порядке реверса. Надежда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Готово. Арахноид. Начинаем с тебя. Выходи, собирай все, что ты оставил в ее биополе, ничего не забывай. Возвращайся назад. Всю паутину, все иголки, все вытаскивай. Ты был ответственен за головные боли, мигрени. Это большая остановка развития. Он показывает, как он сверху сидит на плечи, давит и вниз ползает по спине. Он большой, достаточно держится за голову. Ей трудно развиваться было. Он мне не ответил на мой вопрос. Ты являешься причиной головных болей последние семь лет. Да, он показывает, в каких местах ей боль, где он давит. А хамелеон, ты тоже участвовал в этом процессе, усиливая всю эту боль? Нет. Он наоборот ее холодной делал, серой. Хорошо. Ждем окончания. Равнодушный. Равнодушный. Хорошо. Я все равно это. Хамелеон, твоя очередь, выходи. Вытаскивай свое гнездо. В сердечной чакре сидел. Горло и сердце. Горло и сердце. Вытаскивай все, что ты там оставил. Она делала хладнокровный, как сам. Равнодушный, безучастный. Она просила тебя об этом, хамелеон? Через нее легко любить, как из пластилина. Задал программу, она подстроилась. Ты что, так думаешь, это безнаказанно все происходит? А еще у нее в голове включались разные идеи, когда арахноид надавливал. У нее возле виска были иголки арахноида, и он их, когда шевелил, у нее приходили нехорошие мысли. Хамелеон. Эти нехорошие мысли усиливал хамелеон. И так хамелеон. Дальше у нее горловая чакра тоже хамелеоном перекрыта. Это серые слова, грубые, обидные. Готов. Кошмар. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай. Возвращайся назад. Доклады готовности к проверке. Ретяглас, снял плату. Готов. Хорошо, идем дальше. Инкуб, выходи. Накидка есть в биополе? Твоя? Есть накидка. Еще что есть? Хорошо, выходи, вытаскивай, отключайся полностью. На плечах накидка. Как она воздействовала? Как ее люди воспринимали с этой накидкой? Какими они ее видели? Какой? Она главная. Главная, как она их видит. Ее желание главное. Вот это он транслировал, да? Через ЗУ? Да. Понятно, хорошо. Он снял. Хорошо, Демон, твоя очередь. Что-нибудь еще осталось в биополе, кроме этих кандалов? Да, коврик какой-то у него есть. Хорошо, перед тем, как я тебя сейчас выпущу, это вытаскивай, скажи мне, где находятся лярвы в биополе надежды? Ни с живота, а горло. Хочешь их получить? Давай. Выходи сначала, вытаскивай свой коврик. На месте доложи, что ты все снял, больше ничего нет. Он скручивает этот коврик. Готово. Разрешайте забрать эти лярвы вниз, живота и горло. Забирай, возвращайся назад. Готово. Хорошо, все-все вытащили, даю команду на рассинхронизацию надежды с демоном, его кандалами, инкубом, синим драконом, его платами, хамелеоном и арахноидом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она рассматривает свои руки, ноги, чистая она. Хорошо. Перед тем, как энергоудар мы сделаем, я не уверен, что отсечется канал от демона. Давай сразу перейдем к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, надежда должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готово. Я говорю в слухе, а тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У нее как такового нет договора, но есть он со стороны демона, экземпляры контрагента он вышел. Хорошо. А где ее находится контракт? Он же с ней не заключался, наверное, да? Ну, он не с ней, но он на нее. На нее. Хорошо. В том числе на нее. И поэтому он есть у демона, экземпляр. Понятно. Тогда переходим к аннулированию. Пусть повторяет за мной. Внутрием власти моего сверенного я и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. В десиме идет Степан. Степан? Да. Это он заключал? Демон? Степан? Да, он разрешил демону в том, что все устали от него и от его выходок на этой территории. Ему разрешили там присутствовать. Хорошо. Степан. Демон оформил контракт. Степан оказал неимоверную услугу всему своему роду. Я удивляюсь этим людям. Это просто кошмар. Мы уже встречались с таким, Вера, неоднократно, когда по роду идет все это, благодаря одному родичу, который в силу своего развития не смог совладать перед соблазном и заключил контракт с демоном, который в прошлом веке был заключен или в позапрошлом, я не понял его. Но дело в том, что он действующий. Этот контракт находится на всех членов семьи, которые там находятся. Это всем надо аннулировать эти контракты. Мы сейчас с ней аннулируем. Нет, контракт со Степаном надо аннулировать. Степан и Демон должны аннулировать контракт. Кроме Степана было их несколько человек, кто сделал первые постройки на этой земле. А Демон там буянил у них. То ломалось что-то, то падало. То какие-то погодные условия не позволяли. Вода слякать. И тогда они смехом заключили контракт с нечистой силой. Как нам этот вопрос сейчас решить? Я не совсем понимаю. Нам Степана вытаскивать? Да. Значит, давай поставим экрана эту ситуацию. Хорошо. Давай так и сделаем. Ставим монитор и смотрим эту ситуацию. Немножко запутанная ситуация. Есть несколько решений этой проблемы, поэтому надо точно понять. Степан, Сергей и Анатолий. Это три родственника, да? Я не знаю, кто они друг друга. Может братья, может дальние родственники. Хорошо. Это они заключали контракты, да? Да. На первые постройки на этой земле. Хорошо. Давай сделаем так. Сейчас я обращаюсь в энергоинформационном поле и прошу выйти со мной на связь или прийти к нам. Высшее я Степана, Сергея и Анатолия. Родственников Надежды. Они, знаешь, они больше не причастны к этому контракту, нужно сказать. Ну, наверное, три брата, похоже, очень. Да. Хорошо. Я вызываю. Высшее я их. Прошу выйти со мной на связь. Кто вызывает? Я вызываю по просьбе Надежды родственницы Степана Сергея и Анатолия, как я понимаю. Не знаем такое. Я объясняю ситуацию. Надежда является родственницей будущим Степана Сергея и Анатолия. Степан, Сергей и Анатолий заключили контракт с демоном. Демон находится сейчас у нас в комнате диагностики. Мы хотели попросить высшее я Степана Сергея и Анатолия о комментарии. И также мы хотели расторгнуть этот контракт с демоном, который передается во веки вечные. Степан, Сергей и Анатолий нанесли очень большой ущерб своему будущему поколению. Мы хотели сегодня поставить здесь точку и аннулировать это все. Есть контракт. Хорошо. Есть такой контракт. Только строили мы небольшие избушки на этих землях, дальше другие пришли. Степан, вы являетесь родственницей Надежды? Мы заключали контракт на этой земле с демоном. Есть контракт в моем белполе. Вы желаете его расторгнуть? Да. И Степан и Сергей и Анатолий единогласно, единодушно согласны расторгнуть эти контракты, да? Согласны все убрать контракт из своих полей. Отлично. Хорошо. Итак, повторяйте за мной. Вызывай все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. И договора выходят и подсвечиваются. Это называется квантовый след на земле оставили мы, подписав эти договора, а все в шутку было. Есть договора. А все-таки заключается в шутку, а оказывается по-настоящему. Повторяйте за мной. Внутрия властью моего суверенного я объявляю сжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, есть. К высшему я возвращается энергия. Хорошо. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты, также все аннулированные контракты надежды уходят в галактическое ядро для переработки в чистую первичную энергию. Аннулировано. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, Степан, Сергей, Анатолий, мы аннулировали ваши контракты, тем самым мы прервали эту связь, которая передается по роду во веки вечные. Вы хотите что-то добавить от себя еще? Что добавить? Мы счастливы. Энергия вернулась и убрали карму свою. Ненужное. Хорошо. Благодарим вас за это. Во благо. Желаем вам всего наилучшего. Мир пусть будет на этой земле. Пусть будет мир на этой земле. Согласен. Да, будет так. А так и есть. Хорошо. Мы рады, что мы смогли и вам помочь, и Надежде в этом отношении. Когда мы отключаемся, желаем вам всего наилучшего. И они уходят на свою чистоту. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Ну, Надежда, интересная у вас, конечно, история. Хорошо. Идем дальше. Мы остановились на отключении каналов. Подхожу к Надежде. Помогаемая энергия отстегнуть и все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы, отстегивается. Открывается воронка в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Демон. Тебя удивило немножечко сегодня, да? Какой вариант? Я раздосадован. Я могу тебе немножечко подсластить эмоциональным фантомом. Интересует? Интересует. Кроме того, я могу тебе собрать весь негатив в доме на земельном участке и отдать в дорогу. Согласен. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом надежды. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. А также все низкое аборационное и резгенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У нее вышел фантом, он забит разными эмоциями и чувствами, поступками, разные абсолютно там. Понятно. Хорошо. Надежда, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Да, она готова от них отказаться. Сворачивай энергии в шар. Забираешь демон? Такой контракт разорвал. Забираю. Это моя работа. Отправляю демону этот шар. Ты свою работу хорошо делаешь, я должен делать свою работу хорошо. Итак, сейчас я начинаю отпускать хамелеон. Ты больше никогда в это биополе не войдешь. Если я буду его проверять и тебя обнаружу, ты потеряешь все. Не только свой цвет. Я сегодня оставляю его, но я мог бы у тебя его забрать, и ты бы серым ушел. Поэтому я тебя первый раз предупреждаю. Это понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Инкуб. Повторять мне или ты все услышал? Услышал. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Сейчас я открываю два портала. Один для арахноида и синего дракона. Вы пойдете в дом. Надежда соберете все, что вы там оставили. Второй канал я открываю для демона. Демон пойдет, соберет все, что он там раскидал. Я приду, проверю. После этого соберу, отпущу всех на их чистоту. Для демона соберу еще дополнительный весь негатив на доме и земельный участок. Всем понятно все? Да. Открывается два портала в дом надежды. Один, два, три. Демон уходит в один портал. Во второй портал уходит синий дракон и арахноид. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Надежда. Это так символично. Вся надежда на ней была. Демон ворчит. Ну, у нее тоже была надежда. На нас. Хорошо. Идем дальше. Все ушли, да, Вера? Да. Кандалы остались там еще? Есть. Под ними открывай воронку в галактической дроне и уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Для таковой силы было оно проявляется? На нее не было, но она похоже делала. Она похоже делала? Какие-то ритуалы. Какие вы ритуалы делали, Надежда? Вы нам за магию ничего не говорили? Да не магия, это детские привороты. А видите, как они отлично видны и действуют? Мы уже встречали людей в возрасте, в пожилом, которые в детском возрасте вот такими приворотами испоганили себе жизнь. Паловалась я. Ну вот. Серьезно. Хорошо. Вы осознали, к чему это может привести? Самое позже, сейчас вы должны перепонять. Кто тут не пробовал в этой деревне? Хорошо. Итак, ничего не нет, да, Вера? Нет. Идем дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Надежда, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? По-другому. Внутри какая-то радость есть. И вообще я такой чистой. И спокойной давно не была. Вспоминаю, что можно радоваться мелочам. Просто я привыкла ко всему, и меня все раздражает. А ведь можно по-другому посмотреть на вещи. Вспоминаю что-то родное, внутри себя забытое. Отлично. Вы знаете теперь причину. Случай был сложный. Но мы нашли решение. Контракты аннулированы. Соответственно, и ваше будущее поколение тоже освобождено от этих контрактов. Мне бы с тобой разобраться. Хорошо. Пересматривать буду свои эмоции. Сейчас я отведу вас назад в вашу систему биоробот-душа. И мы сразу с Верой перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию надежды в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Отключаемся от объекта.